Мы помогали всегда и старшему поколению в школе и в лагерях всевозможных туристических. А вообще волонтерство пришло, когда уже закончился мой трудовой стаж, и нужно было двигаться дальше вперед, идти в ногу со временем. В 2020 году я прошла школу серебряного добровольчества при грионтологии и влилась в штаб. Вообще очень много направлений у нас в штабе есть. Ну и дополнительно, то есть мы можем помимо штаба участвовать и в городских мероприятиях, и в мероприятиях города, и региона, и других городов. То есть я вообще считаю себя волонтером-туристом. Если есть возможность, есть силы, есть желание, нужно всегда протянуть руку помощи. Помощь, она безвозмездная, и она души. И поэтому, допустим, наше отделение при грионтологии, допустим, отделение милосердия, отделение долголетия, то есть мы помогаем непосредственно отделению милосердия. Мы проводим мероприятия, кружки всевозможные для деменции, которые разрабатывают какие-то игры. И мы от души участвуем в жизни в определенной тех людей, когда помогаем. Всегда работала с людьми, всегда участвовала в каких-то благотворительных акциях. Нам волонтерство дает не только то, что мы помогаем. Это и для себя мы много чего. Потому что вот когда я социальный проект веду в штабе, значит, это, как мы их называем, детские сады для взрослых, нас всегда с удовольствием ждут, вот три у нас отделения в городе Тюмени. И когда мы готовимся, мы со всей душой, у меня вот где-то порядка 30 волонтеров в этом проекте работают, готовимся, приходим и для себя тоже получаем какие-то полезные знания. Старшее поколение проложило путь нашего государства из 20-го в 21-й век. С достоинством прошло через глобальные перемены. Внесло огромный вклад в развитие региона и страны. Патриотизм, сохранение семейных ценностей, ответственное отношение к труду и воспитанию детей – вот уникальные качества земляков старшего возраста. Патриотизм 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 Патриотизм